Привет всем! С вами ваша Силва Батафлай, Серебряная Павочка. Сегодня у нас опять рубрика новинки-старинки. Я, честно говоря, уже как можно реже делаю такие репортажи, потому что они тебя уносят так далеко, в 80-е, и что начинаешь расстраиваться, потому что было тогда так хорошо там, не из-за того, что ты был молодой, хотя это тоже, а из-за того, что это время ушло и никогда не вернётся назад. Сегодня меня ещё чёрт дёрнул взять, поставить музыку 80-х. И там была такая подборка в одном клипе, можно сказать, вся жизнь. То есть там была подборка всех модных песен, групп именно 80-х, то есть рейтинг в Германии. А Германия вообще в те годы выпускала самые модные диски. И каждый хотел слушать до дыр, можно сказать, эти кассеты, пока они не порвались. Настолько мы любили эту музыку, настолько мы пропитались ею. И когда я слушаю вот сейчас с музыкой, есть что-то, конечно, да, но тогда было намного лучше. Как-то вот даже клипы про любовь, про рассвет и закаты, про какие-то романтические вот эти прикосновения. Сейчас я этого не вижу в клипах. Сейчас я вижу подёргивание тазом и больше ничего. А тогда действительно вот как-то зацепляли вот эти струны. Или они находили какой-то эпизод. Девушка, бегущая в ночи, там, допустим, кто знает, о чём я. Self-control песня есть такая. Лора Бренинген поёт. Вернее, пела. Она, кстати, умерла довольно-таки молодая. Очень жаль. И мне ужасно жаль, что это время уходит. И я его хочу зацепить своими руками, но хотя бы немножко притормозить и оставить это в душе и рассказать тем, кто об этом не имеет никакого понятия, потому что ты родился позже. Да, некоторые парфманьяки, вот, допустим, есть millennials, есть 90-е, есть поколение Z. То есть каждое поколение пытается себе представить, что же это было за поколение 80-х, в моём случае, или там чуть-чуть в начале 90-х, да, конечно, и дальше, но вот именно то, о чём я говорю, тогда только начали создаваться самые интересные духи, самые интересные музыкальные композиции. И было такое разнообразие. А сейчас я буду говорить о парфюме, который я даже боюсь нанести, а вдруг он мне абсолютно не понравится. И всё, что я вам говорила, это не сбудется, и вы будете опять говорить, что это старо. Ну ладно, не буду вас больше томить. Купила древнюю коробочку 84-го года выпуска, сделанного во Франции. Креасьон от Теда Лапидоса. Креасьон – это творение. По-английски – creation. Посмотрим, что же это за творение. Вот тут написано Product Information on a Buck. То есть информация о продукте сзади. И что тут есть. 82% вот этот воль, как это раньше делали. И потом идут какие-то вот информации для парфюмеров. Здесь идёт такое рифлёное всё, как вот на бутыльке. У меня версия вот такой вот, как кто-то сказал из фрагрантики, жителей фрагрантики, ядрёна кочерыжка. Я, если честно, обычно не читаю как бы вот эти вот как их комментарии, да. Но тут я не удержалась и начала читать. И один за другим они меня повергли чуть ли не в слёзы. Мало то, что я эту музыку послушала, и уже всё. Считай, день ушёл, потому что это надо выпить вино, потому что у меня сейчас, кстати, есть вода, но это не поможет, потому что начнёшь слушать, начнёшь плакать, и весь день будешь слушать только восьмидесятые. А у меня ещё куча дел. Я не могу это себе позволить, такую роскошь. Так, ладно, открываем. Ой, как оно трудно идёт. Сейчас, секундочку. вот, открыла, наконец-таки. Он именно так и был заполнен. То есть, видимо, он уже испарялся за давностью лет. Да, испарялся до тех пор, пока его не зацепило в магазине. Этот магазин уже почти, как бы, не существует. Хотя раньше было таких магазинов много, вот здесь, на Янге, да. И они задавлены этими небоскрёбами, и вот эта, как бы, маленькая-маленькая вот прослочка ещё осталась, куда я иногда бегаю и нюхаю. Но скоро этого не будет. И всё. Как говорится, космополит задавил. Ну, что ж я нанесу? Боюсь. Представляете, два холостых и третий. Ой. Ну, это, это действительно, это опять же, это дань этой школе пресловутой. Это всё вместе. Можно сказать, что похож на клема. даже чем-то напоминает какой-то дорогой-дорогой парфюм Дерат Десторант у нас был. Называется Энволь. Это сказка. И кто его знает, он знает, о чём я говорю. И его нигде нету. В парфюме я видела один раз всего лишь в магазине, но не купила, потому что он был дорого. А потом в Десторанте я так и не видела больше. А мы бегали и доставали этот Десторант и тогда на наши деньги, там, на эти рубли это стоило чуть ли не ползарплаты. И всё, и мы отдавали, потому что мы так хотели пахнуть. Что же я чувствую? Я чувствую здесь всё. Все ноты тех лет. Ну, естественно, первым делом это медовость и землистость. И в обрамлении многого-многого другого. Но я хочу почитать вам всё-таки один коммент. Написала его Кру Джелли. Милые девушки и женщины, три дня читала ваши отзывы, как роман, улыбалась, поддакивала, словно с каждой из вас вела беседу. Добавлю свою историю знакомства. На автобусной остановке присела женщина, услышав такой чудесный аромат от неё. О, сейчас я разревусь. Знаете, мало того, что я сейчас читаю, да, и я как бы не спрашивала разрешение у вот этой вот женщины, которая пишет, но с другой стороны мне так хочется вам рассказать. Ну, я использую её имя и надеюсь, что она это оценит. Кру Джелли. Ну, ладно, продолжаю. Так, значит, на остановке присела женщина. Услышав, какой чудесный аромат от неё исходит, впервые решила пристать к человеку с вопросом, что за парфюм у вас? Она выдержала паузу. Было видно, что ей приятно и спросила в ответ. Я носила этот аромат три дня. Неужели чувствуется? Ответила, что невероятной красоты, отметила, что невероятной красоты шлейф. Видно, что на ней дорогой парфюм старой школы. Она оказала на ней, оказался на ней лапидус. Одевает она его по случаю, так же, как и жозе. Оба аромата у неё ещё с 85-го года примерно и до сих пор не закончились. Так бережно она их тратит. На основной, но основной её аромат Красная Москва в своём маленьком городе и просто не ожидала вот так случайно мне так ужасно видно встретить женщину, которая верна трём ароматом 30 лет. Ей было как мне сейчас 37. И она их наносила сказать, что я была потрясена ничего не сказать. я ужасно извиняюсь, мне так плохо видно в этих очках, вот так вот всё скачет. Я наслаждаюсь поездкой в автобусе, ведь могла насладиться лапидусом и выйти на остановке. Мы вышли на одной остановке и в последний раз вдохнула этот шлейф и поняла, что я не ябуду, если не найду. Прибежала домой, забиваю гугл, нажимаю лапидус и понимаю, что это марка, а не название духов. Вот я тундра. Название это не спросила, но она сказала, что пользуется с 85-го. До этого вышло только два аромата и стала читать отзывы. Стало понятно, что это креосьон. С таким замиранием я ждала посылку. Вы представить себе не можете, угадала или нет, как он будет звучать на мне. Если я ловила трехдневный шлейф от женщины, смогу ли я соответствовать, выдержу ли эту красоту? Вот здесь часто пишут, что мы находим духи, а они нас. Креосьон нашел меня. Любовь, надеюсь, такие же еще 30 лет. Потом она пишет, спасибо за ядерную кочерыжку другому комментатору. Так и зову теперь, любя. Заказала второй флакон в старой версии, ибо сердце кровью обливается, видя, как растет ценник в инет магазинах. Креосьон в старой версии, только духи. М и М им можно купить по разумной цене. Так, а тем не менее аромат у меня начинает развиваться. то есть он как бы он не развивается так, как вот шлейф в наше время, да, в 2020, а он развивается так медленно поступив, как кошечка идет, 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 и потом она теплая ложится к вам на живот. так, значит, что скажу, еще один коммент мне очень понравился, сначала прочту коммент, а уже потом, или почитаю, ладно, ноты, 1984 года, древесный, зеленый, ароматический, цветочный, землистый, преднадлежит цветочной фруктовой группе. Выпущен в 1984 году. Верхние ноты маракуйя, черная смородина, мандарин, гальбанум, персик, манго, бергамот, лимон, нероли, средние ноты, гвоздика, тубероза, горденя, жасмин, иланг-иланг, ландыш, роза, нарцисс и ирис. Базовые ноты сандал, амбра, почули, мускус, ваниль, дубовый мох и ветвей. И всего этого я конкретно слышу. Мёд, конечно же, дань тому времени, гвоздика, супер дань тому времени, и землистость. Это всё то, что было тогда настолько в моде. И оно так сочеталось в сочетании с сигаретами, в сочетании с образом жизни, с сочетанием с ритмом жизни, совсем другой ритм жизни, все вот эти вот мифические вот эти подставные плечи, лосины эти, леггинсы блестящие, вот такие вот чуть ли не фиолетовые, розовые, румяна, вот такие вот губы и вот такие вот фары. Я, наверное, поэтому до сих пор сильно крашусь для своих лет, но мне плевать, потому что я хочу быть такая. Так, что хочу сказать, что насчет парфюма. Сначала я открыла страничку, где было переизданное издание 2011 года, то есть уже более современная версия. И там мне понравился один коммент от иностранка. Причем иностранка написана немножко иностранка. был в юности во флаконе с белой пластиковой крышкой, неснимаемой, со встроенным пульверизатором. Обожала его. Новодел сравнивая с ним по памяти. Начало похоже. Влажный, горьковатый букет из сочных фруктов, медоносов и трав. Ярко и громко. А далее, а дальше раскрытие быстрое. Уже через час остается база. И о ужас! Резина сладкая, которой были сделаны куклы-пупцы. Резина сидела долго, не поддалась смыванию мылом. Завидую всем, у кого с ним сложилось. Рыдаю, но разнашивать не буду. По скрипту. Забыла написать про шлейф. На работе было дело. Его отметили свежевыкопанные еще в песке картошкой. Нас, белорусов, не обманешь. Учуем ее родную везде. Ой, сейчас рассмеюсь, у меня подружка как раз из Минска. Она все время про каких-то партизанов. Ну, вот здесь в данном случае про картошку. картошку я не чувствую. Что я чувствую? Медоносные цветы, немножко гвоздики. Кое-какие моменты, я даже не улавливаю там черную смородину, я ее близко не слышу. И много чего они добавили, наверное, они решили, как вот кто-то тут сказал, что есть такой грешок в фаргантике, добавить то, что даже производитель не указал. Ну, это есть такое. Ну, что скажу, аромат тех лет это только тем он будет дорог, таким, как я, потому что они нанесут, вспомнят молодость, так сказать, и опять же, ну, что такое молодость? То есть, вы, насколько у вас в голове молодость запрограммирована, настолько вы и молоды. Я вам рассказывала, женщина ходит вот на той антикварный базар, покупает украшения. Этой женщине лет так 85, может, 90, она покупает модные браслеты, всякие вот кольги и так далее. И я, глядя на неё, начала скупать тоже вот эти украшения. А раньше проходила мимо, так, думаю, у меня же и так своего полно. И вот, получается, кто молод жизнью? Некоторые рождённые люди в 90-е уже как бы в душе старички. А кто-то, кто рождён, скажите, пожалуйста, с тех лет, которых я, они до сих пор такие вот в теме, они танцуют, они ходят на дискотеки, они до сих пор живы. И ещё нас рано как бы спроваживать куда-то на пенсию. Мне просто иногда интересно, когда вот так вот получается, что я никогда не подумала, что могу вот так вот рассказывать вам с позиции возраста, да? Мне всегда было как бы это смешно, потому что ты высмеиваешь какую-то старость. А старость, она не за горами. Задумайтесь над этим. Живите, пока вы молодые, участвуете во всём, имеете хорошую личную жизнь и кучу парфюмов. С вами была Silva Butterfly, Серебряная бабочка, прилетевшая к вам из 80-х. Идите послушайте музыку, я, может быть, поставлю что-то внизу в инфобоксе. Пока-пока.